Привет, ребята, опята! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня нет укулеле, потому что это новый выпуск МОМЕНТЫ В ЖИЗНЕ Ну, наконец-таки у нас с вами новый выпуск МОМЕНТЫ В ЖИЗНЕ, на этот раз за июнь месяц. И самое интересное, что пока я монтировала этот выпуск, он же летний у нас с вами, мне было так прям тепло и уютно от этой вот ностальгии, вот этой тёплой летней атмосферы, что зелёная трава, солнышко светит, а сейчас как бы зима, и вот этот снег и серость, я прям такая... Я хочу, чтобы вы вместе со мной сейчас окунулись в этот летний вайб непринуждённости и беззаботности, да и просто отдохнули за просмотром выпуска. МОМЕНТЫ В ЖИЗНЕ Мы летим в Калининград, вы это уже поняли, и мы сидим вот так, совпало, мы даже не покупали билеты, три в ряд. Собери три в ряд. Машуль, к сожалению, Олег сейчас к нам не поехал, я не знаю, как для него. Юля по сердцу сидит. А сейчас у другое место будет. Сашуль, душнит как всегда? Почему душнит? База, бейс. Баль, чё как? Доброе майское утро, дорогие друзья. Доброе утро. Мы приземлились. Он реально уезжает? Ну что ж, друзья, мы приехали в город Калининград, или как его написано, тут везде путеводители. Самый первый вдох пахнет не Диором, а каким-то жасмином, каким-то вот такими сладкими липой, может быть сладкий аромат. А смотрим, куда мы отправимся. Смотрим, куда мы отправимся в путешествие. В основном деле я выгляжу, как вот, я уже пошутила. Так, мимо камеры. I'm Ben, типа, I'm going to travel, там, by bus. Много всего нарисовано, не знаю, по факту действительно ли это так. Мужик сейчас... А, ну и все. Мужик сейчас нам подходил, таксист, а мы ждем автобус. И он говорит, что за такие же деньги, а если он у нас сломается? На автобусе мы разобретим все достопримечательности шоссе Холенинград. Как она чувствует? А он-то как? А я думала, это... Это мы пришли, я не знаю, куда мы пришли. Это красивая набережная. Да, красивая набережная, вон там вот тоже старый якобы домик. Мы зашли в магазин купить воды, потому что что-то вообще обезвожилось. Их магазин в пятерочке, магниты мы пока не наблюдаем, месяц, пар. Заходим такие, и у них на кассе можно купить какую-то карту произною. Я говорю, сколько у вас стоит проезд? Он такая, ну, маршрутка 30, а обычно автобус 28. И я такая, типа... Он спросит, подумайте, а сколько у вас стоит? Он говорит, 60. Можно тут пешком, на самом деле, дойти. Мы гуляем просто... Нагуливаем, потому что у нас еще заселение только через несколько часов, через 3-4. Вот, и мы посмотрели маршрут, тут с чего идти час. Наблюдаем вот такую вот некую набережную. Так нравится. Нет, на место среда, да, вадим. Европа древних времен. Прямо Европа древних времен. Ну, не туда, если не смотреть на советские дома-хрущевки. Вот сюда. Вот это у них любовь, Евгения Татьяна. Мне нравится здесь кулат. Просто булот. Половина что-то новое делает. Что-то старое у них остается здесь. Сашуля, как всегда, все фоткает, потом никуда не укладывает. План скам, расскажи нашим зрителям. Короче, я взяла. Фоткала только вот этот камень. На фоне вот этого собора. Никто и не скажет, что я не в России, потому что русских надписей нет. Какая-то старая вот средневековая постройка. Все. Я не поняла. То есть, погодите, объясните мне, пожалуйста. Раньше это было вот так. Было вот так. А такая вот башня была симпатичная. Симпатичная осталась только вот этот огрызочек. Вот он. А остального нема. Мы сейчас увидели пакет подлинный Гринсберг, как раньше. На самом деле, из всего вот этого осталось всего пару зданий. И вот это вот. Можешь на лодочке раз. Часовник. И по факту еще пару мест. Все распопили. Все распопили. Мне это напоминает этот тикток. Типа, как сделать 3D какую-нибудь модель. Давай. Рад встрече, друзья. Задавайте свой вопрос. А что не на немецком-то? Профессор. Кто такая женщина? Я не готов сейчас говорить на эту тему. Давайте поговорим о философии. Ибо философия есть единственная наука, которая способна дать нам. Как вам? Первый этаж топ 10 из 10. Кант, я думаю, он не самый умный философ был. Тебе как? Ну, так. Первый этаж хороший. Так, теперь спросите мне, как мне? А как тебе? Ой, спасибо, что спросили. Да блин, ну смотри, скучновато. Очень много места, очень много пространства, но все скучненькие какие-то. Экспонаты. Когда мы ходили, вот он, ты тогда не ходила, но мы ходили в музей политики. Мне там понравился хлеб. Да, очень интересная эта была история. Я предложила сходить, и меня не позвали. Мне понравился в этом музее хлеб. Вот здесь вот чего-то такого яркого я не нашла. Ну, прикольненько. Хлеба не хватило, чтобы было. Ну, древес. Я кушать хочу просто. Круто, что все на немецком. А осталось все, как есть, книжки все немецкие, германские. Очень красиво. Учитывая, за сколько мы сходили. Но библиотека у Николая Второго лучше. Мы сходили по студенческому билету за 150 рублей. Как бы мы без студенческого билета заплатились 350 рублей, а здесь заплатили всего 150 за все. Если вы студенты, приезжайте с студенческим по льготам проходите. Мы попали под дождь. Прям возим с собой дождь. Вот, но мы не можем без него. И Саша промочил свои два паспорта за границ и обычный. Вот сейчас он так сушит под чайником, под прессом. Покататься на катере. Споры. Наконец-то, хочу вам рассказать два интересных момента, которые нас поразили. Первый. Мы пока шли на автобус. Перед нами шла девочка и лет 10-11. Ну, я думал, ей лет 7. И она очень маленькая, реально. И она курила ашкудук. Ашкоды пыхтелки эти. Во второй момент, когда мы уже сели в автобус, там девушка была очень молодая кондукторша. 16 лет. Прям супер молодая девчонка. Такая юркая. Прям обычный вот этот, ну, как бы стандартный кондуктор. Даша, не ты объясни, у тебя такие яркие фразочки. Юркая. Юрки. Ты обязана снимать ваши споры? Да. Мы, как обещали, сегодня днем покататься, мужчинки, мы пришли и покатаемся. А завтра мы поедем на экскурсию. На Муре. На Муре. Вот такой вот у нас калининградский трип. В 1945-м судно вывозит беженцев из осажденного советскими войсками Кёнигсберга. Для выставки «Космическая Одиссея». Занималась в больших сведениях. Не, выводим сначала. Да, ладно. Сейчас, подождите. Ладно. Таша просто не сказала, что такое пропорядка. Каково было вероятность, что там были двух ранетки? Крайне мало. Крайне мало! Расскажите пока, как вам, Юрочка, садилась? Здесь 10 из 10 из 10 из ранеток. Там реально играли ранетки. Ну а сама экскурсия? Самое ощущение? Очень интересно, но, мне кажется, слишком много технических подробностей. Да, много цифр, которые шли не ведущие. Мне понравилось. Просто пора. Вначале было скучно. Какое себе было поначалу. Надо было разогнаться. А потом мы пошли к морю, но это более-менее уже интересно стало. В общем, сейчас произошло то, что никто не ожидал. Мы ходили в вкусный ресторан. Юлечка поела у нас рыбки и взяла я с собой. Мы едем на такси домой, зашли до этого в магазин, и она оставила рыбу в этом отсеке для хранения. Мы в итоге едем, я говорю, Юля, ты забрала свою рыбу? И у нее вот эта вот реакция. В общем, рыба реально вкусная была. На память от Калининграда у нее вот эта вот. Эта штука дешевле, чем моя рыба. Ну давай, разбей еще. Они мою рыбу забрали, а я вот эту забрала. На самом деле, я вам забыла рассказать самый главный прикол сегодняшнего дня. Я шучу, но это действительно так, что тут разница с московским временем в час, то есть на час назад. И, соответственно, мы живем в Питере по московскому времени, туда приехали на час, получается, минус один. Итого сегодня мы за один день прожили 25 часов. Ну, то есть это же логично, это же понятно, ребята прикалываются. А когда мы будем летать, последний день у нас будет 23 часа. Моменты жизни. Приехали на экскурсию, это первая точка. Тут говорили про пиво. Нас куда-то выбрали в лес. В итоге тут очень свежий, чистый воздух, реально прям аж мы чуть-чуть пошли наверх. Или может потому, что второй день едим плотную еду, мне тяжело ходить. Или просто мы чистым воздухом передышали. Реально прикольный у нас гид, что я аж уснула немножко, пока мы ехали. На самом деле, я все жалко, что он след прав. Так можно было коршерин взять. А прикинь, какого женщина. И как бы коршерин. Одному ехать сложновато будет понять, о чем говорит и что происходит. Рассказали, что тут есть какие-то кабаны. А Прагиды начала говорить. Мужик рассказать все. Где какая база ФСБ, где какой военный полигон, где там что. Короче, все рассказал. Что посадил? Ты что вырастил? Какие лишайники бывают? Мы Машку сразу вспомним. Всех сразу вспомним. Кладбищу и для Машки вспомнили. Видишь, Маш, хорошим, добрым тебя вспоминали. Словом. Потом она скажет, ребята, а вы меня вспоминали? Да, Маш. Соня, мы слышим, как-нибудь на кабанчиков. Я хочу насладиться этим моментом. Солнышко вышло, сразу все зажило. Давно не были в лесу. Вот сразу видно городских заевшихся жителей. Вот мы приехали вчера, и я поняла о том, что мы реально немножечко-то зажрались. И посмотрим, а что у вас тут? Оплатить по карте нельзя. А что у вас тут проезд так странный? А что установки странные? В общем, питерские жители мы в общем стали. Три года назад нам было бы вообще комфортом, по кайфу. Но не сейчас. Уровень жизни растет. Наконец-то мы нашли то место, где соответствует мой образ, моя Панама. Это дюны. Мне не пошутило, что это сафари. Сейчас еще жирафов, как самой он, прифотошопим. Вот я на сафари. Пойдем чуть выше, чтобы было максимально видно Зендейку Шаломе. И этих червей у них, вот этих пустынных. Вон там вот база. Обратите внимание, дорогие друзья. База, база. Это база. Вот мы пришли на пак-нек. Да, у берега моря. Ну красиво выглядит, да. Пока что. Меня Юля выгнала с моего места, чтобы... Меня Юля выгнала с моего места, чтобы смотреть. Вот хорошие фотографии. Ну вот так посмотрите, потому что, ну вообще, ляпота красота. Я сижу тут, да. Ну все, возвращайся. Возвращайся на родину. Спасибо. Все, я открываю. Ребята, я так рада. Такое мероприятие. Саша, уже рекомендую. Нет, нет, нет. Видим на балу. Ура! Шулька, такой серкан, Балат постоянно болтает. Макрончик твой. Слышает телески. Питнес. Дайте телески в моей малышке. Алла, он даже без носочков. Ну что вы ножки мочите? Можки носил. Что, холодно? Ну такое, Жанщик. А Саша говорил, что прям были тепленькие. Я намочила свои адидасы. Саша, ты со своими мошками ночите. Блин, теперь у меня ноги мокрые. Короче, Саша, я сейчас... По защите игрушей. У них махач начался, они прохрестят. Мы сейчас откроем здесь орнитологическую танцию. Кошмар. Саша, что ты тут откроешься? Ты посмотри. Посмотри, реально, посмотри, что ты говорила. Это кулановая борьба. Они тебя проклинают. Это кулановая борьба. Это кулановая борьба. Что происходит здесь? Моменты жизни. Мы пришли в музей Мирового океана. Я ждала тут всяких кораблей, кораблестроения. Что там? Там зевает кул. А кул зевает. Реально, она зевнула, друзья. На в шоке, Саша. Это на тихий ор. Она еще с такой кувшины вылезла. Это кулановая. Александра говорит, что этот аквариум похож на его. Он говорит, что он собрал всю коллекцию. Там креветки ползают, а они же маленькие. Которые у тебя хракири сделали? И вон маленькие губки, которые... Представляешь, Саша говорит, что это его аквариум. Да. В 20 разы меньше и чищу. Ну что, как вам, господа мои дорогие? Ну как это так? Стоило 200 рублей. Не, ну 200 рублей и стоит. Мало интерактива. Я вам пришла тут не презентацию читать. Пошел это в школьный какой-то музей такой? Да, есть такое. Всякие вот такие штуки. Не современные. Не современные. Так это все выглядит. Действительно, вроде бы, пространства много. Вроде бы все хорошо. Ну мало, мало коммуникаций с человеком, который пришел посмотреть на эту выставку. Ну я видела камушки. Окей, мы поняли. Типа, а-ля. Ну а дальше? Хорошо. Моряев очень пустоцнее. Ой, много. Надо заново еще раз. Не поймут, думаешь? Да, не поймут. Хорошо, что у меня две одинаковые буквы просто в людей. Честно вам скажу из музея Мирового океана, что мы ходили туда, потому что это, кажется, еще в будущем будет вот этот шар. Шар воды. Шар воды. Приходите именно на корабли. Вот вы сейчас на Витиле. Внутри ничего интересного на. Где именно нет? Ну, в главном парку ся. Ну там рыбки. Вот океанариум, реально океанариум. То ли дело именно корабль. То есть тут разные эпохи. На минуточку можно займут. Ой, там можно займут к ним. Здесь разные эпохи самого корабля Витязь, как он ездил в экспедиции. И, в принципе, разные реконструкции разных времен, разных кораблей, палубок капитанов. В общем, реально интересно посмотреть. Готова? Да. Я тоже готова. Блин, реально прям оглушает. То есть, когда мы говорим оглушает. А мы с вами продолжаем путешествовать по Калининграду. И вот это место, я его увидела первый же день, когда мы ездили на автобусе. Интересно, Underground Name называется Дом Советов. Его начали строить в начале 70-х годов. И самое интересное, во-первых, это долгострой. То есть он даже не был введен в эксплуатацию. Хотя в конце 90-х годов, потому что 30 лет строили, дефицит всяких шурупов. Это все растянулось на 30 лет. Там уже были поставлены лифты. Там осталось чуть-чуть положить где-то коврлина. Но в итоге вот он остался в таком виде. На месте этого раньше находился старинный замок. И чтобы вот его построить, снесли этот старинный замок. Осталось только там небольшое стены. Это такое интересное, модернистское место. Ну, как я прочитала в Википедии, как написано в Яндексе, что есть два лагеря людей, которые за. Потому что, ну, типа, прикольно. Но это примечательность. Такая неофициальная. Он офигу. И люди, которые говорят, зачем вы это сделали. Лучше снесите, построите что-то новое или его доделайте. Что вы думаете, пишите в комментариях. Но мы есть пришли на это место, чтобы сделать фотографию с моим колечком. И... Прогуливаемся. Пошли на место. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот что это? Слушай, говорят, что размечек букьян. Для этой девушки правильный шляп, она сможет покорить смерть. Покорила мы ее мыр. Покоряем мы. Мыр. 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 И вот там между Сашей, там солдичко. Господи, как он Саша. Скажи нам, что он покорит. Он пахнет. Он приятный. Очень приятный. Поэтому что-то пространство не пропадалось. Вот правая рука, он попал в левую. А в нашем, мы говорим, это 60-х. Один умерец. Умер. Умер. Да, он прохладный. А это настоящий умер. Да, он даже будет зимой. Это детство. Угу. Детство. Пока китобой в рейсе, дети растут. Вот ему двое детей. Саша 13 лет и Оля. И вы сидите. Васюша, поздравляю тебя, всю команду с праздником. Желаю удачного рейса. Ты, Юлечка, что кушать будешь? Водочки. 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 Ну, как всегда. Смотрите, вот. Приготовила Маша. Вот у нас. Приготовила. А левейшки. Ты видела, что Машуля так готовила? Ну, блин, я только готовила. А вот ты же левее приготовила. Да. Че будешь, сусмы? Такие эти. Ну, хорошие. Пришли мы в гости в Семь-Семь-Семь-Нададо. На Ужик. Такие тарелочки. Это почему? Болотом тоже. Вот, пожалуйста. Ну, че, как вам? Симпатично. Интересно. Очень. Мы ходили на экспозицию, если так можно называть, Дом Китобой. Называется, ребята, кто в Калининград поедет, заходите. Реально крутая штука, связанная с Калининградом. Это, скажем так, история одной коммунальной квартиры. Там жили разные семьи, разные соседи. Вот мне рассказать свою историю. Самое главное, что интересно, можно щупать все там. Настолько атмосферно, настолько антуражно. Реально, мы прям открыли банку, реально Крем Невея 60-го года. Он прям весь почернел. Не надо вот эти вам все стовары допотопные. Неинтересные картинки смотреть, согласитесь. Охота пощупать, потыкать. Мы простые такие люди. Вот, поэтому кто поедет в Калининград, Дом Китобой. Билет стоил 500 рублей, но это того стоит. Не пожалеть, сходите. Если у вас и Пушкинская карта, по Пушкинской карте тоже можете платить. Так что смотрите, все. Советую, рекомендую. Мой рекомендации. Моменты жизни. Мой рекомендации. И я увидел один эпизод. Это эпизод, это говорит о девушке, которые не хотят. Супер. Она может планировать руки. Да, она может. Она может планировать руки. После чего, мы планировать руки? Сегодня тиченая гордость, говорит, очень хорошо сегодня и спикинг, и талкинг, и мое хамворк, и она поставила мне пять-пять за урок. Слушай, по моей памяти, подпиши, что это ты все верно, на моей памяти это самый лучший сегодня урок за весь год. У Сашули сегодня день рождения, мы ему купили торт, и он взял и купил торт. У нас два торта, но это не значит, что мы не будем есть, мы съедим, еще Маша уезжает, поэтому нам еще больше достанется. Ну тебе с собой за эту котомку возьмешь. Да? Ну что, дорогой, с днем рождения. Бибик, тебе тоже достанется. Неси слайд, я крежет. Как большой. Олександр только опишет в Яндекс.ру. Поздравляем тебя с 5-ти трехлетия. Это уже срок, это уже приговор, это уже конец. Я даю тебе сертификат по тиху, чтобы ты хотел постельник, который ты хочешь. Попозируем. И Баюлечка, большое. Как хотел. Как хотел, постельное белье. Если можно было бы, я тебя обнял бы. Конечно, очень можно прожить. Это наш мальчик. Да, мы его любим. Так, дорогой Александр. Поздравляем вас с его рождения. Желаем быть всегда самым счастливым. В этом месте и в любом другом всегда быть самым приятной, любимой компанией, в которой все-таки хочешь. Будет самым любимым, самым счастливым. Я не выбираю тебя, Шулик, давай. Где сосредники были? Сосредники, дорогой. Ты можешь оттуда были бы сосреди. Мы что-то так были ошарашены. Надо вас сказать, да, все, как-то все. Ты потом Сашулику поздравит или нет? Вот, а что, вот такой бельфоборки все равно, конечно. Вот видишь, не зря сходили печеньку дали. Да и не, что ты на нее смотришь, что ли? Давайте все попробуем. Моменты жизни. Ну все, Машулик, давай пока. Улетает от нас Машулька. Давайте мы как бы вот так вот. Сашульку позови. Сашуля. Харри плещет. Хрюндель, давай, выходи. Все, Машулик. Давай, иди, залетай. Бима не проводила мать. В нашем доме нету от нас до металлов помощи, поддержки. Я сейчас выключу фонарик. Что заставляешь? Фонарик включи, оляй! Выключила? Как я выключила? Включила в этот-то. А что? А что ты сидела? Орусные свои чувства. Отважать. Что уважать? Что уважать? Я уважаю. Что? Не можешь два дела одновременно? Может, ты не могу? Это не видно. Мы слушаем великолепную песню Егор Гриц. Ты посмотри на Тимурко? Тимурко просто отдыхает. Убимый, полнейший сплошняк. Юлечка сделала такую вот реконструкцию лахта-центр. Это лайфхак. Чтобы кончик огурчика не заветривался. Так просто поп. Не хочу ему заветриваться выше. Опухла шпага. Вспоминаем молодость и... Солнцем согретой в середине лета. Моя песня первая шепотом света. Я светим согретой в середине лета. Моя песня первая шепотом света. Это было 8 лет назад. Я клип даже на нее снимала, между прочим. Меня вода. Мы гуляем с девочками. И тут пробивает какой-то лайнер, не знаю, 30 плюс. И сразу начала. Говорит, снимайте, снимайте. И мне говорят, пошли к ним. В общем, Москва меня удивляет. Я первый раз в Москве именно в летний период. Без ребят. Кстати, реально, я первый раз без ребят приехала. На обычном месте. Отпустили. Отпустили. Они просто разъехались. Тепло сегодня, прикиньте. Я впервые. Скортили, а вы прикиньте. Я в шоке, в шоке. Я не знала, что у меня. Все, в принципе, хорошо. Прошу по окружине, прогуливаться по окружине. Я ж куртую. Мы стали мужем и женой. Прошу вас, поздравиться друг другом. Теперь добавим во голове угла. Не будете доверять друг другу, себе не будет. Умей второе. Умей прощать. Прощать все. Обиды и все остальное. Даже взгляд такой с утра посмотрит. Умей, потому что, как наш Олег заметил, в ходу ряду. Любимая моя подружка, сегодня наша с тобой пара спалась. И ты вышла замуж, и мой муж отбил тебя у меня. Я ее буду отпускать. Я ее буду отпускать. Я ее буду отпускать. Я ее буду отпускать. Как же я ее буду отпускать. Два, один, три. Каково это чувствовать, чем победительницей? Это волшебно! Два, две, три. Момент жизни. Пока я нахожусь в Москве, естественно, я встретил вот этого молодого человека. Попросила его сводить меня в его любимый ресторан Корейской кухни. Заказали что-то всего непонятного, будем сейчас пробовать. Он говорит, что это топ. Все вкусно здесь. Что это топ. Чикарика. Если окажется, что действительно вкусно, я вам дам потом знать, что если вы будете тут, сходите. Но это после дегустации. На ветер вам не даю никаких слов. Я такая, знаешь, кушает, такая... Ну как? Я просто люблю сыр, особенно когда он плавится. Типа, приятная, прям на шпичках. Но неудобно есть у нас что-то. Надеюсь, понравится. Скинема хуйня. Не нравится, да? Это хуйня. Очень хуйня. Не понимаю пока. Вот тут губника, а это что? Это фасон. Да, ну никого рядом. И там тоже никого. Я сейчас улетаю обратно в свой любимый Питер. Наконец-таки, ура! И я считаю, что это самое счастливое и удачливое моё поездка в Москву. Потому что я туда летела в самом начале. Самолета в комфорт-классе. Причем я до этого не доплатила за эти места. И сейчас я тоже возвращаюсь. Тут свободные места. Сейчас возьму просто персиадок-окошку и будет улететь с комфорта. Это воздаются все мои страдания, когда я летел с набитым просто битком в самолете где-то посередине вот в таком вот состоянии. Друзья, как вам такая вот вывеска Макдональдса? Правильно, нужно всё закрывать, потому что сейчас это вкусно и точка. Учитель взял мой телефон и позвонил 10 раз в классе. Наверное, учитель взял телефон, потому что телефон звонил в классе 10 раз. Маймобайл. Зачем она? То есть она взяла мобильный и потом он начал названивать. Зачем она тогда его взяла? А да, нелогично-нелогично получается. Блин, нет, мобильный. Вот у них нету переносов. Потому что тебе нужно составить предложение, это просто... Маймобайл, хедринген. Нет, есть, это неправильный логологол. Я уточню, сейчас узнаю, я знаю. Ранг, там что-то такое. Ринг, 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 ринг. Ранг, точно р-ринг, через пол-ринг. Динозавр disappear. Так, ну сначала метеор упал, потом динозавр disappear. Окей. Окей. Прям сейчас лето-лето, двого лета. Ребята, пока меня не было, я была в Москве, ходили каждый вечер сидеть на лавочке и вешать свежим воздухом. Классно их тут взрывают. Что-что? Против ветра. Все на меня. Ха-ха-ха. Юля купила, мы ему зарезали. Давай, Юля, красиво. Давай, вот делаем. Дыхалкой, выдохой. Да? Ну давай, я тоже. Я буду дуть, а ты лови их, хорошо? Ну я бегать за ними не буду. Я лучше все-таки посидеть. Камеры ловить, Юля? Нет. Как Тайра Бен давать. Опа! Двуки соловерсия. Чего ты желаешь? Соловерсия. Мы опять выбираем фильм на вечер. Что же нам смотреть? У нас есть три попытки. Играем слепую. Давай, включаем, крутим барабан. Давай. Лазки закрываем и... Вот тут. Угу. Блин, паразиты. Паразиты. Теперь выбираем. Два часа идет, говоришь? Реально, два часа крутят барабан. У нас было три попытки. У нас есть паразиты. Во все тяжкое. С Деппом. И какой-то фильм с небольшим относительно рейтингом. Вот это вот темное наследие. Чего выбираешь? Я бы темное наследие посмотрела. Просто он не так долго идет по отношению к другим? Ага. Моменты в жизни. Я пришла на юбилей на 10-е татуировку. Ее тату Ксюша, между прочим. Ты понимаешь, сколько ты уже набила? На 10-е юбилей на 10-е. Обычно я приношу 4-е к чаю. Она, смотрите, что сделала. Я прям очень тронута. Она уже открыла. Мы делаем обмен. Откажи сначала, что у тебя. Так. Любимый торт. Приятно. Очень приятно. Очень приятно. Ты подписала. Очерк, хотя какой прикольный. Готовилась, знала, что приду. Кто тебе сказал? Я увидела там Дарья. Я такая... Это крестьяна моя душа. Сегодня в Питере просто какая-то жара. Прям лето летнее. Я сейчас иду просто в птенки, чтобы не жариться, как шашлык. Я так белоснежка. Сегодня же у меня мастер-класс в Питере. Я ожидаю, что будет он таким же ярким максимально. Потому что мне писал организатор и сказал, что оказывается, регистрация пришла закрыта, потому что мест больше нет. Типа все, Даша, это солдат. Следующий на очередь будет олимпийский. Даже у меня туда, знаете, какого-то тремора. Я уже вообще даже не переживаю. Настолько я уверена. Я уверена в своих силах. Уверена во всем. Я вижу, у нас там кто-то прям уже из глушениям играет. Эти все ребята ко мне пришли на мастер-класс. Мы с ними учимся играть и петь непременно. Типа тут такой махач, прям такой интерактив. Половину на самом деле я не готовила. Как-то из головы просто пошла импровизация. Закончился мастер-класс. Это все довольные ребята. По ним не видно, но они довольны. В общем, ситуация вообще обалденная. Мне пришло... Катя, Катя у нас в Казахстан. Она принесла вот эти. В шоколадке. Скажи свою историю, что я перескажу про тебя-то. Я из города Караганда. Мне брат подарил укулеле, когда начался карантин. Я сидела беспрестанно, месяцами училась играть. Очень мечтала тебя встретить. И вот сейчас я в Питере приехала учиться и наконец-то встретилась. Она говорит, что я когда-то шла по Неску, меня там видела. Знаете, как в моменты жизни, типа я обычно вообще из дома не выхожу, а тут человек увидел и побоялся подойти. Ну ничего страшного. Обалдеть, прикиньте, какие у меня сложки прям. Ну пипец. Сейчас иду к своему другу Кириллу. Вы все знаете, вот кто смотрит мои моменты жизни очень давно. Такая лодовщина. У него сегодня прям есть сет. Но не Рома. Он поет свои треки. Я пошла его поддерживать как настоящая подружка. Прям полноценный концерт на 50 минут. Посмотрим, что там будет. Музыка. Музыка. Огнем отогреться, который за годы проводит любовь. Он на север тонна юг. Посмотри, замкнулся в круг в этом морском пламени. Музыка. Мой свет на нас служит, которым больше не нужны слова мои. А вышли подышать свежим воздухом, вечерочком. Сегодня в Питере началась прям жара, лето-летняя. Сашка у нас матрас, я батя, потому что я заправила в шорты футболку. Нос мы не одни, мы не втроем, мы не вдвоем. С нами Бибюська тоже гуляет. Дышит свежим воздухом. Как ты в кадр смотришь хорошо? Прям вообще. Вот она боится. Вроде бы нашли на улице, да? Она уличная. Ну вот, может побаиваться. Кошечек купили, приобрели. Штучка с губенцом. Вот где-то вот здесь, возле аппетерина. Знаю я, что мой право, мой друг, страна. Лезет мой карман. Биби, как тебе. Барби-сайз, я, ты больше не моя. Барби-сайз, герл, ты поверишь, мой обман. Мам, мой обман, ведь ты больше не моя. Это Юля выросла, прикиньте. Причем она не особо-то за ними следила. Зато как, вымахали? На улице их выгнула. И они начали расти. Они воспитаны улицей. Хороший, реально. Мам, смотри, салат какой сейчас будем делать. Салатик. Очень как интересно. Ну-ка. Ну вообще, ну топ. Такой фреш. Фреш. Не горчит, не перчит, не солит. Эко. Скоро у меня салат-ферма будет. Понятно? Моменты жизни. Дорогой дневник мне не передать всю боль. Я еду себе обратно на каникулу в Челны к родителям на два месяца. И я прям очень собиралась по списку, написала, чтобы все не забыть. В итоге, когда я сегодня закрывала дверь, я чуть не забыла наушники. Но я забыла Панаму свою. Свою чудесную Панаму, в которой я планировала пойти на рыбалку с отцом. Ну, я на рыбалку как бы схожу. Но теперь без Панамы. Не в таком вот шарме, не в таком кайфе. А еще я пальчик свой немножко поранила. Не знаю, видно, не видно. Потому что я пыталась засунуть свою ручную кладь. А у меня там еще ноутбук. В общем, не без интересностей. Опять прендит, для меня припадет. Ты что еще принесла? Моточка моя, привет. Привет. Ты какая-то мама с работы. Моточка моя, моя учителька. Корешка, заходи. Мы давно не виделись. Да, тоже не виделись. Три недели, между прочим, не виделись. Юлечка, ты что-то как-то идешь не радостно. Я не виделись. Гилюся только что бежала. Вон Гилюся. Юлечка, мы давно с тобой не виделись. Давай, шнелли, шнелли. Ой, ну с каждым разным все прямо шикарнее и радостнее идет во мне. Еще одна ученица встретила прям вообще. Мы приехали с девочками на вечерний ужин, перекусочек. Короче, место прикольное. Видимо, недавно новое какое-то открылось. Я не знала, где этот год назад про него. Это уже есть у нас. Выглядят реально солидно. Как будто или Moscow Never Sleep, или Питер. Да, но никак не наши челны, наши челны. Как тебе нравится? Вкусно. Very tasty. Yeah. Если вам нравится такой формат видео, то у меня на канале есть целый плейлист. Обязательно туда заходите и смотрите. Также не забудь написать в комментариях, что у тебя вновь произошло за это время. Я обязательно все прочту и перелайкаю. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.